в россии вышел закон об уничтожении всего борщевика и штрафуют у кого растет у этих идиотов не только в россии вообще это же идиоты издают вот эти указы о приказу психопат что у них одно им не так другое мне так это там ужесточить дорогие друзья надо меньше внимания обращать на все это говно а тех которые приходят и штрафуют я думаю что через некоторое время странным образом с ними начнут происходить странные вещи спотшел споткнулся упал очнулся гипс а то и не очнулся вот и все рано или поздно градус накалится до такого состояния что вот этих вот и гомосексуалистов психологических которые имеют в задний проход своей же сородичей вот эти сородичи у которых сильно попка болеть будет ниже и вот демократизируют вот так можно сказать то есть все-таки переломный момент рано или поздно наступит когда рабы поймут что петлю на их шеях затянули настолько туго что дышать теперь можно только через жопу вот тогда и вообще уже будет поздно конечно но что поделать веселье будет обеспечено особенно тем кто ходил и штрафовал за борщевики но и не только за борщевики там еще цветочки какие-то они другие вот этим говнодумом которые сидят в этой говнодуме им больше нахрен заняться нечем как вот сейчас размышлять по поводу цветочков и по поводу того чтобы еще такого запретить как же им в голову приходит такой анонизм вообще то есть они что забыли что у них пиписька снизу находится то есть они там бесконечно выдрачивают свой мозг что и чтобы придумать какую-то еще гадость несусветную совершенно нет конечно эти указания поступают к этим идиотом сверху безусловно поймите что сидящие на своих жопах говнодепутаты в разных странах я говорю не за какую-то конкретную страну вообще это же везде говнодепутаты сидят для чего они там сидят вообще вот исключительно для того чтобы для рабов создавать видимость того что они принимают какие-то полезные законы так вот полезных законов вообще не бывает самое полезное это отсутствие закон вот тогда все регулируется естественным способом да и тогда все начинает происходить совершенно замечательно но никак не раньше это же у лао цзы в дао дэдзинь еще сказано чем меньше законов тем люди живут лучше они сами люди разберутся без законотворцы вот и все ну коли уж так происходит как происходит мы с вами в игре находимся вот они сидят там и ждут когда им старший брат скажет какой подорожники еще надо запретить да это необходимо лисички например там запретичным собирать вот еще что-нибудь запретить такая разница вот дышать еще можно запретить тоже в общем нет только по расписанию и только жопой интересно сиди себе сдавай чуху всякий идиотизм и смотри как вот эти вот двуногие рабы там все это воспринимают покорно вашим остается как самочувствие без еды великолепно и даже внутри меня с аккумулировано вот эти вот замечательные жировые отложения там водичка понятно сейчас сначала уходит а жировые отложения прекрасно совершенно функционирует почему медведи нажирают жирок и зимой такие спят себе лапку посасывают и все у них в порядке так работает этот механизм поэтому в голод некоторые говорят я ухожу в голод это вы в страдании уходите а не бог и страдаете горит год я как сейчас закончу а потом как буду жрать 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 буду ой как будет мне вкусно и вот вот эти мысли уже сегодня уже сейчас о том что вы будете сейчас страдаете а потом будете жрать это уже вы в аду находится это вот это называется голод и страдание а отсутствие приемов пищи голодом не является это просто отсутствие пищи и все ничего к этому добавлять не надо это не страдание а радость не что касается без воды вот валентин юдин написал да может быть без воды но это необходимо делать только тем у кого организм абсолютно чистый если ваш организм засран консервантами из магазинной жиранины если ваш организм засран тем что вы вдыхаете то что распыляют передалет и в городах еще по-другому распыляют если все это накопилось вашем организме это сначала надо вывести если вы уйдете в сухой голодь без воды но это для вас может закончиться очень печально поэтому сначала нужно организм очистить и если ваш организм чистый вы не пердите и не кашляете то тогда пожалуйста в добрый путь на сухой голову если вам это хочется владимир набрать вес после очистки организма сильно похудела рост 176 вес 48 до 66 килограмм желательно чтобы у вас был вес что для этого нужно если вы очистили свой организм и он сбросил такое количество шлаков из себя то есть жир зашлакованный к примеру был теперь накушивайте накушивайте по системе питания семьи ангелов просто большими порциями и кушать много по многу раз в день можно запросто принимать пищу поэтому не беспокойтесь по этому поводу просто наедайте это очень калорийная еда до которая в системе семьи ангелов указан это очень калорийная еда просто пушите больше и чаще если вы хотите быть толстый красивый я тоже толстый и красивый наверно хрен его знает мне очень мало интересует но выражение быть толстым и красивым тоже хорошо для кого-то для кого-то худой и красивый для кого-то толстый и красивый почему маленькие дети проявлять физическую агрессию как решить задачу здесь необходимо в первую очередь понять в каких условиях находится ребенок если вы перегружаете его мозги вот этими знань как бы знаниями в кавычках если ребенка в школе мучают бесполезной и ненужной информации конечно у вас мозги воспаляться и у ребенка тоже мозги воспаляться как же быть не агрессивным если он находится в такой среде которая его делает агрессивно у нас вот эти наши заведения учебные так называемые учебные заведения чему они учат вы сами то подумайте вот мы с вами учились вы многое используете из того что вы выучили в школе это каким-то образом вам там пригодилась географию может быть вы используете может быть историю каким-то образом используете вот этот говноматериал который загружали что в 1380 году каком-то случилась куликовская битва где-то и что в этой куликовской битве участвовало такое количество людей которые нахрен не могли на этом сраном поле разместиться ни разу вот это вот как вообще все это понять географии из той же серии абсолютно бесполезных и ненужных предметов история это в первую очередь не нужен предмет потому что это ложь тотальная ложь вот что такое у нас истории замечательно дорогие друзья у каждого человека есть возможность исцеления от хронических заболеваний не излечиваемых современной медициной подробную информацию о записи на консультацию и о результатах исцеления пациентов вы можете найти в описании к этому видео благодарю вас за внимание на какие специальности может советовать поступать современной молодежи изучать как жить вне социума полип как избавиться есть противополипозный комплекс заходите пожалуйста на сайт азиабиофарм к юлия обратиться на подскажет владимир что мужчина интересует в отношениях если женщина в основном продолжение потомство и материальный аспект что говорит мужчин интересует вы знаете они в большинстве своем сами не понимают что их интересует то есть они думают по поводу того что их интересует успех успеху женщин успех в сравнительных формах перед другими мужчинами да я я понимаете это у рабских умов соревновательный процесс соревновательный процесс безусловно в корневой основе содержит противоположный пол мужчина соревнуются априори если копнуть совсем глубоко исключительно потому что есть разница полов и исключительно потому что нужно добиться расположения всех самых прекрасных женщин поэтому женщиной управляют мужчинами с давних времен а эти яйценосы нихрена этого в большинстве своем просто не понимают вот и все основы психологии но яйценосы этого не понимают совершенно как ими управляют им кажется что они управляют женщинами на самом деле женщины им управляют ну за исключением тех случаев когда женщина вообще не понимает ничего как этим пользоваться на тем что боженька подал вот не знает как пользоваться и не может управлять яйценосом вот знает как пользоваться управляет с успехом любым яйценосом но за исключением тех которые перестали иметь статус яйценосов не говорит о том что им яйца пили вовсе нет вполне даже себе могут функционировать вопрос в другом что зависимость от женского пола и необходимость соревновательных процессов доказательств каких-то саморефлексия все это потеряно у некоторых только четкое ясное понимание исполнение воли дворца понимание кто где и зачем после этого уже не мужчиной и женщиной никак не поуправлять потому что всех все управленцы посылаются в жопу и там самое место видите тренируйтесь на кошках помните фильм какой был совершенно замечательный где биться на кошках тренировался никулином советовал горит иди тренируйся на кошках вот и все если бы не было разницы полов если бы люди были гермафродитами этот мир вообще был бы абсолютно на другим вдумайтесь только внимательно подумайте о чем идет речь и вы все поймете материальный аспект это следствие в основе лежат два основных вида энергии созидательная и разрушительная мужчина разрушительная женщина созидательная хотя эти энергии замиксованы в каждом индивидууме есть и то и другое мужскую и женская вопрос в том насколько она проявляется я тоже сижу на голоде а я не сижу на голоде я просто не кушаю пищу вы можете продолжать сидеть на чем-то я предпочитаю сидеть на жопе на своей на голоде и не сижу просто не кушаю возможно постоянно находиться в отстраненном состоянии не увлекаться вовлекаться надо иногда это интересно даже почему бы не пововлекаться но очень ценным качеством является все и поиграл и хватит вовлекся и пил поиграл и хватит наорал на кого-нибудь с разбегу прописал пенделя под жопу и такой об все и сразу отключился и обратно в состоянии наблюдения зашел вовлекся поигрался снял пиджачок саморефлексии и эгоистичности повесил на полочку пыль стряхнул и пускай себе сил сын несколько раз ездил вот понятно куда ездил до пытается кого-то там спасти дорогие мои это же просто шоу-программа все с давних времен абсолютно все противостояния где люди убивают друг друга никто там никого не спасает и там спасать никого и нечего абсолютно это существует такой процесс называется жатва она бывает разная инструменты разные но это очень такая интересная жатва да и едут с разных сторон вроде как вполне себе обычные едут и зачем трудно наверное просто нечем больше заняться может быть они устали пахать свои поля устали сидеть в своих семьях устали рожать и воспитывать детей устали трудиться поеду к и убил кого-нибудь а может меня кто-нибудь убьет замечать чем не поехать если мозгов нет ну шо ж поделаешь джей поделаешь нужно проходить определенный опыт как вылечить подростков от патриотизма исключительно болью больше никак а ведь всякое учение чему-либо разумному случается через боль а по-другому не понимают по-другому сидите вы на печи едите вы калачи ну чему же вы научитесь-то сидя на печи и жуя калачи вот эти вот шоу мероприятия которые случаются первая мировая больня вторая там набеги чингисханов разных всяких сейчас все то что происходит в разных странах все это обучающие процессы если индивидуум не понимает для чего все это происходит кто все это организует кто выпускает оружие кто добывает ресурсы для того чтобы из этих ресурсов руду например вот горнодобывающие предприятия кому принадлежат кому принадлежат химической и металлургической промышленности они же не видят кто добывает кому поставляют что из этого делают а потом говорят вот вам ружьецо и виллы а вот вам и арена боевых действий ну-ка идите-ка выпустите друг другу кишки а мы тут посидим в носу поковыряем посмотрим эту шоу программу и заодно это будет жертва нашим богам а как же жатва должна происходить они же вот эти псевдобоги и устроили все эти мероприятия так устроены здесь игра как говорит взаимодействовать с высшими существами а вы что низшее существо вот такой простой вопрос вы считаете себя низшим существом тогда вам совсем не нужно взаимодействовать ни с какими высшими существами с другими существами находящимся в других мирах и находящимся в других формах взаимодействие случается тогда когда вы перестаете считать себя низшим существом вот тогда это начинает происходить но никак не раньше всем доброго и плодотворного дня я стройнею от правильного питания вот хорошо а кому-то потолстеть нужно вы страники расскажите о жизни между жизнями ну а почему бы вам майкла ньютона не почитать у него книжка так и называется жизнь между жизнями он гораздо интересней чем мой род это сделает уже сделал владимир бул а вас будут какие-нибудь советы для тех кто планирует детей чем кормить ребенка тем что бог послал оградным молоком как подготовиться к беременности очистить свой организм от всех токсинов и переместиться из точки а в точку б желательно чтобы в точке б была хорошая экология если вы не можете этого сделать то есть переместиться из точки а в точку б не мое дело конечно совета давать но если бы в данной ситуации я был женщиной и думал о том что мне надо родить ребенка и у меня не было бы возможностей для того чтобы переместиться в экологически чистую среду и очистить свой организм я бы конечно не стал рожать детей чтобы они страдали что заняться больше нечем болели и страдали мне вчера муж заявил что идет по контракту ну заявил и заявил как как к этому относиться но он же идет не вы а вы чё плачете плачете от того что он делает то что считает для себя нужно надо позволить другому быть другим если индивидуум считает что ему нужно куда-то пойти и считает что ему нужно что-то сделать это не обязательно касается того что вы написали да ну пускай идет это его же жизнь а не ваша вы чё страдаете вы страдаете то что вы потеряете того кто приносит доход того кто обеспечивает вашу семью вы вот это вас беспокоит или что здесь каждый приходит в этот мир в одиночестве никто взявшись за руки парами семейными из маминой писки не вылезает и уходим мы из этого мира также поодиночке здравие тело и ясности ума аз есть мсущие здесь и сейчас делаю то зачем существую на экране информация о консультациях и способах связи со мной более подробная информация в описании к этому видео благодарю за внимание